В последние дни усиленно рубился в Final Fantasy Type-0 HD, новую игру от компании Square Enix. Крутой сюжет, 14 играбельных персонажей, огромный мир, окровавленные Чокоба и боссы во весь экран. Обо всём этом и хочу вам сегодня рассказать, но сначала немного поговорим об истории сериала, чтобы вас название игры не смущало. Серия успешно существует аж с 1987 года, насчитывает 14 номерных частей и стоит у истоков целого жанра японских RPG. Первая Final Fantasy выходила ещё на 8-битном Famicom. Своим огромным миром, множеством противников и интересным сюжетом она подсадила за экраны полмиллиона детей и их родителей. Проходилось не меньше 20 часов, это если без смертей и переигрываний, хотя сложность была такой, что можно было и на все 40 засесть. И это при том, что игра помещалась вот в такой картридж и 256 килобайт памяти. А ещё там батарейка стоит для того, чтобы сохраняться. Раньше это было важнее любого графона. У нас таких крутых игр на Dendy не было, в основном из-за того, что пиратские картриджи с батарейками это было сложно и дорого. А вот до американцев игра добралась, но только через 3 года. Тогда всё сложно было с локализациями. Время такое было. Раз уж игра оказалась настолько успешной, то и продолжения долго ждать не пришлось. Уже через год на японский рынок выходит Final Fantasy 2 с совершенно новым сюжетом, никак не касающимся первой части. Игра выделилась своей системой прокачки, которая была основана не на опыте, который получает игрок, а зависела от действий, которые он совершает. Также в ней появились такие знаковые для серии персонажей, как Лётчик Сид, различные инкарнации которого будут сопровождать главных героев практически каждой игры, и огромные птицы Чокоба, на которых можно бегать по карте мира. Да и вообще Чокоба это вам и домашний питомец, и транспорт, и лучший друг, и птицы ферма в одном флаконе. В 90-м году, когда американцы увидели только первую часть, у японцев на прилавках уже лежала третья. Такого качественного продукта на рынке RPG тогда не делал никто, и поэтому игрокам всегда было мало. Тем не менее, разработчики в Square к каждой следующей части подходили с умом и привносили что-то новенькое. Ну, помимо зубодробительной сложности последних боссов, которая росла от игры к игре в геометрической прогрессии. В третьей части прокачка зависела от выбираемых игроком профессии для своих героев. Ни вторая, ни третья части за пределами Японии тогда так и не вышли, но и на родине они продались такими тиражами, что деньги для Square уже давно перестали быть последней фантазией. Но причины невыхода на западе тут были скорее в другом. С девяностыми пришла эра 16-битных консолей, и нужно было выпускать четвёртую часть, чтобы не отставать от конкурентов, а также порадовать владельцев самого современного по тем меркам железа. Square, понятное дело, выбирали с NES, ведь контракты с Nintendo уже давно были подписаны, и вся целевая аудитория выбирала именно Super Nintendo. Но и так как восьмибитные игры уже отходили на задний план, руководством компании было принято решение для релиза на Западе переименовать игру в Final Fantasy 2, что до сих пор вгоняет в ступор юных поклонников серии. Игра снова предлагала собственную историю, не связанную с предыдущими частями, а также новую систему битвы. И снова продалась рекордным тиражом. Только в Японии с полок магазинов ушло полтора миллиона копий. На постсоветском пространстве в четвёртую финалку не играл практически никто, потому как в европейском регионе она не выходила, да и цена на пиратский мегадрайв была сильно привлекательнее. В 1992-м выходит уже пятая часть игры, которая снова не смогла выбраться за пределы Японии. Разработчики из Квеа продолжили удивлять нововведениями в боевой системе и прокачке, сделав это уже некой фишкой серии. Игроки знали, что покупая очередную финалку, они получат совершенно новый мир, новую историю и новый геймплей в рамках любимого жанра. В 1994-м схемы локализации уже были налажены, и Final Fantasy VI вышла в один год в Японии и на Западе. Этот стиль уже был знаком каждому, от обложки игры и персонажей, перемещений по карте на чокобе или воздушных кораблях, и до бесконечно шедеврального саундтрека композитора Набуа Уимацу. Помимо основного сюжета, игра была насыщена такими приятными вещами, как множественные побочные квесты, а персонажей теперь можно было время от времени разделять на группы. В США шестая часть выходила под названием Final Fantasy III. Позже, с появлением интернета, фанаты сериала очень удивятся, что целых три части любимой игры прошло мимо них. Если игра продержалась шесть частей, то это уже подвиг для любой компании, и оставив свой след в истории, можно уже смело уходить на покой. Но японцы из Square, похоже, только разогревались. Компания переключилась на нового игрока на рынке — консоль от Sony. И в то время, как другие компании одна за одной убивали свои игровые сериалы, не умело переводя их в третье измерение, седьмая и, по мнению миллионов, лучшая часть Final Fantasy поражала одновременно и своим киберпанк-сеттингом, и системой прокачки и апгрейдов с помощью материи, и сюжетом, от которого игроки по всему миру плакали как побитые... плакали как побитые. Ну это мягко говоря, я уверен, что были и те, кому потом потребовалась помощь психолога. Хотя я знаю и тех, кто бросил игру, не выйдя из Мидвера, первого города. А игра-то аж на трёх дисках. В общем, многое потеряли. Мир игры невероятно захватывающий и заботливо проработан до мелочей. Можно было на неделю залипнуть в одну из мини-игр в очередном городе, прежде чем продолжать двигаться по сюжету. А последний босс Сефирот настолько опасный противник, что его заклинание Супернова уничтожает к чертям все планеты нашей Солнечной системы и после этого обрушивается на головы Клауда и его друзей. Анимация всего этого длится две минуты. Вот же были времена. Ребята из Square создали уже столько успешных миров, что можно было ещё несколько лет выпускать дополнения и спин-оффы. Но отклоняться от курса три номерные финалки на поколение консолей никто не собирался. Восьмая часть серии представила нам ещё одного и по сей день популярного героя по имени Squall и его мир, расположившийся на четырёх CD-дисках. Всё-таки вот эта магия, когда на экране появляется надпись «Вставьте следующий диск» и ты скорее сохраняешься и рассказываешь друзьям, что ты всё же прошёл вот то сложное место и впереди у тебя ещё целый диск с приключениями, Это та часть игрового мира, которую уже, наверное, не вернуть никогда. А ещё мне запомнилась CG-анимация восьмой части. Она тогда уже начала набирать обороты и видеть вставки в игре такого качества казалось чем-то сверхъестественным. Но мы двигаемся дальше, к сказочной девятой части. Она вышла на закате старушки PlayStation, но это не помешало ей собрать самые высокие продажи за всю историю сериала, несмотря на то, что сеттинг изначально был очень спорным. Главный герой – мальчик с хвостом. Его спутники – это глупый рыцарь в сияющих доспехах, молчаливый маг, странное болотное создание и так далее. Без красивой девушки-принцессы тоже не обошлось. Весь этот маленький мирок игры оказался настолько притягательным, что оторваться было невозможно. Это настоящее приключение, где вы можете пропустить некоторых героев и даже никогда не узнать, сколько на самом деле в нём играбельных персонажей. Всё зависит исключительно от вас. На стыке тысячелетий пришла эпоха нового поколения игровых систем. Пришло время удивлять владельцев второй PlayStation. Новый герой Тидус – знаменитый игрок в Блицболл, вымышленную игру внутри мира под названием Спира. Тидус – эдакий местный Зидан. Да, очень сложно было удержаться от каламбура. Сорян. В ходе игры вам предстоит узнать события из различных эпох Спира, повстречать кучу друзей и узнать подробности о судьбе Тидуса и его отца Джекта. Отдельное спасибо разработчикам за систему прокачки в виде сетки сфер. Наиболее интересного способа получения новых навыков я не видел нигде, честное слово. Сетка – это просто колоссальных размеров, и в какую сторону двигаться – решать только вам. Сюжетная составляющая снова на высоте, и со времён седьмой части лично я для себя считаю эту игру лучшей. Но вот дальше в серии случилось страшное. Одиннадцатая часть, также известная как Final Fantasy Online, метила на лавры World of Warcraft и прочих лайн-эйджей. Я уверен, что не будь эта часть номерной, в неё также играло бы немало людей. Зато психика фанатов бы осталась нетронутой. Но теперь в сериале с многолетней историей есть игра, последние сервера которой перестанут фантазировать в марте следующего года. В 2006-м на полках магазинов появилась двенадцатая часть Final Fantasy. Она по-прежнему предлагала новую боевую систему, в этот раз под названием Active Dimension Battle, с большим упором на экшен-составляющую. Нужно было управлять сразу группой героев, раздавать команды и как-то во всём этом не запутаться. Если честно, в этот раз игра откровенно не зашла. Особенно это сказалось на уже и так подорванной репутации серии. Шестое поколение игровых систем так и осталось только с одной по-настоящему крутой финалкой. И на этом месте мы подходим к тринадцатой части, с которой и началась история нашей главной темы на сегодня в Final Fantasy Type-0 HD. Сама тринадцатая часть стала новым, красивым и очень динамичным приключением по последнему слову графики игр седьмого поколения, и породила собой целую серию игр внутри вселенной, объединённой под названием Fabulo Nova Crystallis. Это единая мифология действий игр, в которой происходят в совершенно разных мирах и описывают истории совершенно разных персонажей, но во всех них сюжет вертится вокруг могущественных кристаллов. Для домашних консолей и компьютеров, кроме оригинальной тринадцатой части, вышли ещё Final Fantasy XIII 2 и Lightning Returns Final Fantasy XIII. Но ещё тогда, в 2009 году, была задумана ещё одна игра для мобильных телефонов под названием Final Fantasy Agita XIII. Но что-то там у них пошло не так, и в мобильный формат игра не поместилась. Дату релиза отодвинули на два года, дали игре новое название Final Fantasy Type-0, а новой платформой выбрали PlayStation Portable. И в 2011 году игра вышла, причём как в старые добрые времена на нескольких дисках, что вообще нетипично для PSP. И как в ещё более старые времена за пределы Японии Final Fantasy Type-0 не выбралась, хотя продавалась очень и очень хорошо. Тем временем фанатов у серии по всему земному шару накопилось колоссальное количество, и что-то с этим нужно было делать. Поколение игрового железа снова сменилось, и портативная PlayStation сегодня уже мало кому нужна. Поэтому и было принято решение делать переиздание для больших платформ с подтянутой графикой и новыми плюшками. Но в этот раз уже для всего мира. Игра сразу же бросает вас в гущу событий государства Рубрум, обладающего магическим кристаллом, благодаря которому жители Рубрума получили свои способности управлять различными видами магии. Дела идут не лучшим образом. Академия, в которой обучаются кадеты-воины, подверглась нападению Империи Милитес, в распоряжении которой кристалл, дающий возможность развивать технологии до невероятного уровня. И все эти смертоносные машины под предводительством главнокомандующего Сида Олсина, ну а кому еще доверить технологии, крушат буквально в кровавую кашу академиков и ее учеников. Сюжет разворачивается главным образом вокруг класса Zero, или класса 0, это такие ребята в красном, у которых достаточно сил, чтобы показать противнику, кто здесь главный. Тем не менее, одного из кадетов жестоко убивают вместе с его боевым Чокоба, но атаку удается отбить. Горевать по убитым в местных реалиях не принято, в основном потому, что после смерти человек полностью стирается из памяти всех остальных, чтобы это не мешало двигаться дальше. Игру тяжело назвать дружелюбной к новичкам. Во-первых, она довольно трудная. Если играете впервые, то смело начинайте на самом легком режиме. Даже это будет непросто. Во-вторых, с самого начала вы в самой гуще событий. У вас в распоряжении огромная академия и целых 14 играбельных персонажей. Играть придется сразу за всех, потому как на задание вы отправляетесь исключительно всем классом сразу. Если кто-то пал в бою, его место занимает следующий. И так до очередного места воскрешения. Ну или до геймовера. Все 14 персонажей разные. От стиля боя до магии и систем прокачки. Да, придется отдельно качать скиллы каждого персонажа, разбираться в айтемах и снаряжении. Магия тоже качается отдельно, причем сразу по нескольким параметрам каждая. Благо здесь все это просто и интуитивно понятно с первого раза. Фактически во многих персонажах узнаются стандартные для серии классы, вроде мечника, лучника, копейщика, мага и так далее. На самом деле такое разнообразие с самого начала это даже плюс. Когда в последний раз вы видели игру, в которой сразу после пролога можно в обход главного сюжета просто пойти на карту мира и разбираться себе с механикой игры, качать персонажей, да и еще чтобы это было настолько увлекательно и интересно. Собственно, качать персонажей вне основных миссий очень важно и полезно, иначе в сюжетных ивентах будет сложно. Между ними у класса есть несколько часов или дней, которые можно потратить на сайт-квесты, которых в игре довольно много, и разговоры с другими персонажами, которые помогут вам глубже вникнуть во вселенную Type-0 или разобраться в тонкостях геймплея. Время это скорее символичное, и заканчивается только после разговора со строго определенными для каждого дня персонажами. То есть вас никто не подгоняет и побочных миссий можно выполнять сколько вам угодно. Но если время закончилось, то пора идти в местный штаб и выступать на важное задание. Вот тут и начинается самое интересное. Красивые локации, новые города, огромные боссы и, конечно же, сюжет. Пока мы знаем, что Континент Ориенс разделен на четыре государства, каждый из которых владеет своим кристаллом. Что за остальные государства, кроме Рубрума и его соперников Империи Милитес, изначально непонятно. Карта мира немаленькая, пешком быстро не обойдешь. Тем более, что монстры, как это водится в серии, на каждом шагу. Если устали ходить пешком, то для вас в игре предусмотрена ранчо Чокобо, которая позволяет скрещивать огромных птиц и выводить новые, все более и более крутые виды. На Чокобо можно кататься по карте, избегая ненужных схваток. Боевая система здесь интересная. Я бы сказал, что это допиленная до идеала система из 12-й части. Одновременно под вашим управлением до трех кадетов из класса 0. Каких? Выбирать вам. Между этими тремя в любой момент можно переключаться. Таким образом, удобнее всего подобрать идеальную троицу, способную победить любого врага. Но и об остальных забывать не стоит, потому как если прокачать троих, то один промах и все, кто остался в запасе, пойдут на корм рыбам. То есть врагам. Помимо основных серий ударов и магии, в игре есть призываемые существа – эйдалоны. Призываются они ценой смерти одного из героев. Таким образом, вы получаете мощнейшего союзника в обмен на невозможность до конца миссии играть одним из кадетов. Что приятно, играть за привычных для фанатов Шиву, Эфрита и Одина дают именно игроку. Поверьте, в этом мире мало что сравнится с огромной красивой ледяной женщиной, рассекающей на коньках по полю боя, которая в срочном порядке может отметелить не один десяток врагов. Разнообразить миссии будут режимом захвата новых территорий. Здесь ваша задача управлять войсками союзников, помогать им продвигаться вперед, а также участвовать в ключевых моментах захвата населенных пунктов. Графика в игре, конечно, не по последнему слову, но для игры с такой сложной историей вполне достойная. В конце концов, переиздание с портативной консоли прошлого поколения. Да и Final Fantasy Type-0 HD это единственная версия игры не на японском языке, так что тут придирки неуместны. Что приятно, саундтрек в переиздании тоже подтянули и добавили несколько новых композиций. Одним словом, фанатам серии понравится обязательно. Ну а тем, кто пропустил мимо такое сокровище, прародителя целого жанра, советую вдвойне. Хватит уже сидеть на обочине игростроя, пора приобщаться к прекрасному. И многие скажут, что в игре нет русских субтитров, и за это с Квэя Иниксом можно ставить жирный минус. Но спешу вас обрадовать, всё не так уж и плохо. Локализация это очень сложный процесс, а в случае с такими гигантами, как Final Fantasy, он становится ещё сложнее. Перевести одну подобную игру может стоить несколько миллионов рублей. Продажи серии Final Fantasy в России не особо впечатляющие. Да ещё и многие фанаты заказывают игры из-за рубежа или покупают в цифровом виде в обход отечественного издателя. Все эти действия делают локализацию коммерчески невыгодной. Однако сейчас Квэя изо всех сил присматривается к российскому рынку. Оценивают интересы, перспективы, и именно от продаж таких серий, как Final Fantasy и Kingdom Hearts в ритейле, зависит их и наше игровое будущее. Более того, крайне важно покупать игры именно на дисках, потому как деньги за цифровые версии улетают полностью разработчику, минуя нашего издателя. Но если и это вас не убедило, то есть ещё один весомый аргумент. Сейчас готовится к выходу пятнадцатая часть, она же последняя пятая игра в рамках вселенной Фабула Новокристалис. Вот уж где будет Next Gen во все поля, что глаз не оторвать. Так вот, с российским дисковым изданием Type-0 HD совершенно бесплатно в комплекте будет идти специальный эпизод пятнадцатой части Final Fantasy, которого, между прочим, не будет в основной игре. Это как с пятым Metal Gear'ом, только бесплатно. Эпизод, кстати, не маленький, часа на четыре игры. А по нынешним меркам это как половина какого-нибудь шутера АА-класса. Вот такие дела, ребята. Всем пока, а я пошёл разбираться с проблемами академиков Рубрума. А главное, узнавать, что там за два кристалла ещё. А главным героем Assassin's Creed Chronicles Russia станет Ассасин Николай. Коля по фамилии Орёлов. Библиотека игр 3DS пополнилась несколькими отличными играми. Xenoblade Chronicles 3D это...